Либо ты принимаешь мировые правила, а по мировым правилам игры сегодня, Крым украинский, либо ты страна-изгой, и вот ничего другого нет, нет третьей позиции, либо так, либо так. То есть, вне зависимости от каких-либо превходящих обстоятельств, то есть, условно говоря, Крым должен быть рано или поздно возвращен Украине, так, как в свое время Франции вернули реализацию Латарингию. Абсолютно верно, ведь опять-таки напомним, вот вся эта спекуляция на Хрущеве, да, Россия вот в той истории получила тоже часть земель, да, почему-то сейчас... Это Россия, Советский Союз. Советский Союз, РСФСР, да? Да. Давайте сейчас Украина начнет говорить, а почему Кубань не забрать, да, у нас тоже есть какие-то претензии. Ну, о территории Ростовской области и так далее. Абсолютно верно. Но я не об этом Вас хотел спросить. Вот Вы видели эту карту, да, которую мы сейчас показали, да? Вот на Ваш взгляд, насколько сильны в российском обществе и в российской политической элите вот настроения, то, чтобы сказку сделать были? Чтобы это стало реальностью. Ну, Вы знаете, мне кажется, если говорить про общество, конечно, нормальный человек нигде, ни в Украине, ни в России войны не хочет. Это нормальная психология нормального человека. А Украина отхочет кусок отца? Ну, это вот уже, когда есть какие-то психопатические явления, да, типа Дугина... А что же тогда 85% населения поддерживают? Ну, понимаете, в тоталитарной стране проводить социологические опросы странно. Это правда. А вот мы с Вами немного помним Советский Союз. Там вообще 99,99% голосовало за представителей единого блока коммунистов и беспартийных. Поэтому вот товарищи путинцы еще отстают от тех показателей. Ну, это правда.